Израиль за неделю на народной волне Добрый день, радиослушатели Начнем с хорошей новости, а потом, к сожалению, придется перейти к грустным новостям Хорошая новость касается Израиля и Америки То, что ваш госдеп со своего сайта везде удалил слово Палестина, палестинская автономия Теперь это образование не упоминается Это свидетельствует еще о понижении, окончательном понижении статуса палестинской автономии Как известно, они отказались обсуждать с представителями Трампа вот эту самую сделку века И было решено, что теперь отношение к ним тоже меняется Ну а теперь про Израиль И, к сожалению, мне придется начать передачу рассказом о терактах, которые произошли в пятницу Вообще у нас лето, жарко, обстановка накаляется В частности, это и о терактах Значит, произошло два теракта Во-первых, в Гуш-Ционе То есть это несколько довольно больших еврейских поселений В нескольких километрах от Иерусалима, на юг от Иерусалима И такое там место, много арабов рядом живет И там довольно часто происходят теракты В этот раз опять был автомобильный теракт То есть когда араб на автомобиле наехал на стоящих на остановке брата и сестру Сестра 19 лет, брат там 20 плюс И, в общем, сильно их покалечил Ну вот сейчас передавали о том, что с субботы состояние брата немножечко выправляется Сестра ранена легче Террориста удалось пристрелить на месте Надо сказать, что совсем недавно, 8 августа Тоже в Гуш-Ционе Недалеко от этого же места Был теракт, когда просто попытались захватить израильского солдата Ну он был в штатском Возвращался к себе в Ешиву Кстати, к вопросу о том, кто служит в армии Вот солдат, у него был отпуск Он возвращался в Ешиву, в которой учился И его по дороге захватили Непонятно, была ли это попытка похищения Или сразу было решено его убить Или просто он не дал себя похитить Оказал сопротивление Вот такое там место Второй, гораздо более кровопролитный, к сожалению, теракт Произошел около поселка Колдолев Я просто очень хорошо знаю все эти места Я и в Гуш-Ционе, у меня живет очень много народу И я регулярно проезжаю там через все вот эти вот остановки Где ожидают автобусы или попутных машин Еврейские, жители еврейских поселений А сейчас у нас каникулы Сейчас молодежь везде ездит по стране Потому что вот последняя неделя каникул пошла Теперь в Долеве тоже у меня несколько семей друзей И очень часто в Долеве мы с ними гуляли Там прекрасная природа вокруг Холмы, раскопки древностей Зеленые леса насаженные И источники Водяные источники В Израиле это очень большая ценность Когда вода течет вот просто так из земли Потому что у нас тут особо озеро единственное Реки, так сказать, не всегда могут называться реками Вот, так что прекрасное место Там несколько источников И вот есть один источник Который назван в честь В честь источника такой Ну, бассейн, да, куда собирается вода Туда очень любят гулять В жаркую погоду, там плещутся ребятишки Он был назван в честь убитого же в теракте Человека из поселения Долев И в пятницу на природу К этому источнику В любимом месту прогулок Спустилась семья Семья злода, которые специально приехали По-видимому, кому-то в гости Спустилась семья Равин Его 17-летняя дочка И более старший сын И когда они подошли к источнику Раздался взрыв Арабы заложили взрывчатку Подождали, пока евреи приблизятся И раздался взрыв К сожалению, девочку убило на месте Сын был очень сильно ранен Истекал кровью Его отец, который был ранен более легко Снял с себя талит И перевязал Талит, это такое Знаете, религиозные евреи Носят Такая накидка С кисточками, висящими по краям Снял, перевязал сына Чтобы он не истек кровью Вызвал помощь Которая туда Добиралась Могла добраться не очень быстро Все-таки Это не на дороге Это природа Это в горах Вот 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 такие вот результаты теракта Семья это замечательная Там 11 детей Религиозная семья То, что называется Вязаная экипа И Отец семейства Равин Он проходил Медицинскую подготовку Ну, как он потом рассказывал Он сразу понял, что Дочке он уже ничем Ничем, к сожалению Не может помочь Вот И Рину Шейнав Его дочку похоронили Вот На днях В ответ на это Премьер-министр Разрешил построить 300 домов В поселении Долев Ну, некоторые Так сказать Считают, что это Благоприятный знак Но Послушайте Это Называется Еврейское государство Если для того, чтобы Получить разрешение На строительство Жилья Кого-то из евреев Должны убить Почему Почему это как-то связано Почему Разрешение на строительство Увязывается С терактами Со стороны арабов Какая Не очень понятно Какая связь Теперь Об убийцах К сожалению Убийцы Ушли От Погони Но поскольку Туда армия Прибыла Уже с опозданием Было Промелькивало Сообщение Что они Пойманы Но это Оказалось Преждевременной Информацией Будем надеяться Что их все же Поймают Но опять же Их поймают Если их посадят В тюрьму Они будут там сидеть В прекрасных условиях И Их семьи Будут получать Премиальное За убийство Еврея От Палестинской Автономии Так что Такое наказание Арабских террористов Не страшит Ну вот К сожалению На месте С ними Покончить Не удалось И главное Что это все Да Если можно Я сейчас Закончу Это все Происходило В годовщину 90-летия Арабского погрома Евреев В Хевроне Когда Арабы Которым Евреи Там всячески Помогали Там Евреи Основали больницу Евреи Аптекарь И Всячески Они лечили И помогали Арабам Арабы В одну ночь Просто Перерезали Своих соседей Всех До кого Смогли добраться Разграбили Их имущество Заселили Их дома И до Сегодняшнего дня Можно видеть На арабских домах Такие выемки От мезус То есть Это бывшие Еврейские дома Напомню Что в Хевроне Сделан музей Музей Памяти Жертв Вот этого Погрома Расписывал Его репатриант Из 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 России Шмуэль Мушник Замечательный Художник Просто Вот Взял Несколько Комнат Из построенного Там Здания Байтадаса И Расписал И расположил Там Материалы Материалы Относящиеся К еврейскому Погрому Ну 90 лет назад У нас еще не было Собственного Государства Так сказать Мы предъявляли Претензии К британской Мандаторной Власти Но сегодня Когда у нас Собственное Государство Вот такие Теракты Совершенно Совершенно Неприемлемы Сергей Да я хотел сказать Что некоторые Политики Отреагировали На этот теракт В частности Рашид Атлаиб Который представляет Демократов От штата Мичиган В нашем конгрессе Сказала Что Вино этого Террористического Акта Является Окупация Израиля Понимаете Когда так Говорит Агрессивная Экстремистка Мусульманка Ну Это можно Понять Но когда Еврейская Молодежная Организация Заявляет Что это Конечно Все очень Печально Но Всему Виной Правая Политика Израильского Правительства Это уже Не поддается Никакому Объяснению Понимаете Это уже Просто Так сказать Вопиюще Давайте Мы сделаем Небольшой Объявите Телефон Да Прежде Мы сделаем Небольшой Перерыв После чего Вернемся Продолжим Я обязательно Напомню Телефон Нашей студии Если будут Вопросы Примем Ответим Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Аси Энтовой Напомню Телефон В студии 847-400-5200 Если у вас Будут вопросы Звоните Задавайте Ася постарается На них ответить Ну а пока Вернемся К событиям В Израиле Продолжим Да Продолжим В Сдероте Город Недалеко От границы Сектора Газа Лето Проводится Музыкальный Фестиваль И вот Посреди Этого Фестиваля Из Газа Полетели На Сдерот Ракеты И к сожалению Железный Купол Не все Из них Вбил Одна Из них Попала В жилой Дом Ну Были Были Раненые К счастью Обошлось Без тяжелых Жертв Вот И Все это Посреди Фестиваля Когда нужно Было Срочно Гражданскому Населению Бежать В укрытие Потому что Было Оповещение И Детишки Все Перепугались Плакали То есть В общем Весь Фестиваль Был Испорчен И сорван Настя Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста У меня К вам Такой вопрос Ну конечно Очень печально Что-то сказать Враг Находится Внутри А не Извне В общем Похоже Как было 2000 лет назад Но у меня вопрос Другой Сейчас В преддверии Ваших выборов По поводу Либерман У меня отношение К вашим Брезгливое А вот Сейчас он Привлек Себя генерала Бывшего Силовика Эдди Ганнера Вы не подскажите Вот Что-то о нем Не можете Рассказать Вот он Какие взгляды Придержится Что он Представляет Чем К нему Прикнул Вы знаете Лично Его я не знаю Но Я понимаю А вы что-то О нем знаете У них Как правило Идет Одна Линия Они Сначала В качестве Свадебных Генералов В кавычках Выборных Привыборных Генералов Изображают Что вот Мы Применим Жесткие Меры Тра-ля-ля А потом В конце Когда их Выбирают Они понимают Что лучше Дружить С прессой И с Верховным судом И прессой Верховный суд Левы Значит Быстренько Генералы Просто На глазах Левеют Даже те Кто сначала Были правыми И Перестают Не только Что-то делать Они раньше Могли ничего Не делать Но даже И Вот так Резко Выражаться Так что У меня Никаких Надежд Ни на этого Генерала Ни на трех Других Генералов Я думаю Что вы знаете Что он представляет На самом деле Я думал Что вы знаете Что он представляет Собой На самом деле Что он Нет Нет Он никак Не проявил себя Ничем Не знаменит Особенно Но Так сказать Как говорится А что я других Генералов Не видела Вот Если судить По остальным Генералам Вряд ли Этот Будет чем-то От них Отличаться Начнем С генерала С генерала Рабина На которого Возлагались Большие Надежды А он Отдал Страну Террористам И Кончая Генерала Барака Который Сегодня Вошел В список Меретс А как вы Знаете Меретс За то Чтобы Арабам Все отдать Так что Не думаю Что Понимаете Чтобы Странить В Израильской Армии Нужно Столько Так сказать Настолько Проявить себя Левым Чтобы пробиться Наверх Что Увы До верха Доходят Только Самые Гибкие И самые Готовые На выступки Арабам Спасибо Спасибо 847 400 5200 Телефон Нашей студии Если будут вопросы Пожалуйста Звоните Задавайте Но пока Вернемся Вернемся К обстрелу Из газа Конечно ЦАЛ не остался В стороне Конечно Он разбомбил Командный пункт Хамаса Склад вооружения Хамаса И это не первая Бомбежка Но В общем Опыт показывает Что этого Явно Недостаточно Кроме того Так сказать Газу предупредили Что Так сказать Мы же понимаем Что Скорее всего Это обострение Вызвано По указке Из Ирана Который хочет Таким образом Чужими руками Поджечь Израиль Со всех сторон Чтобы удобнее было Иран Ему Так сказать Устраивать Неприятности Израилю С севера Руками Хизбаллы А с юга Руками Хамаса Значит Газу предупредили Что Она действует По указке Ирана Но достанется Лично ей С Ираном Тоже Разобрались Были Ася Давайте Примем звонок И вернемся К ответу Израиля На провокации Пожалуйста В эфире Добрый день Сергей Добрый день Ася Все Ближе Каждую неделю Когда вы Приближается К выбору Это настолько Это наверное Как у нас Разные масштабы Но вот Настолько важные Теперь Вот то что я читал Сегодня Ваш премьер-министр Нитаниаху Обратился Лично к Фегину Чтобы он Снял свою кандидатуру Свою партию С выборов Обещая ему После Обещая Адаптировать Несколько Экономических И экономических Программ Потому что Насколько Вы всегда говорили Вы довольно Так близко Вы кажется Всем партии Фегина И так далее Расскажите Пожалуйста Какое ваше мнение О его Предложении Спасибо большое Значит С одной стороны Нитаниагу Совершенно прав И Есть опять Большой шанс Что Партия Фегина Получит Столько же голосов И чуть-чуть Не хватит До проходного Барьера А Нитаниагу Важен вообще Каждый мандат Чтобы составить Коалицию Там у него 61 мандат Но пока По опросам Никак не Вытанцовывается Надо сказать Что Нитаниагу И сделал попытку И привлечь Единственного Оставшегося Лидера Из партии Ацма Но это Мы попозже Поговорим До выборов Конечно Нитаниагу Может обещать Очень много Но опять же Опыт показывает Что не всегда Такие обещания После выборов Используются Человек снимает Свою кандидатуру Так было Так было с Бенниагу У нас завтра Будет большой съезд На пиар На организацию Выборов К сожалению Все партии Это средний класс Миллионеров Миллиардеров Среди нас Немного И совершенно Непонятно В эти долги Мы влезли Если бы партия Прошла в КНЕС То как-то Это бы могло Возместиться А теперь нужно Еще новые деньги На новый забег А их нет Значит Вот это вот Большая финансовая Проблема И Нитаниагу Предлагал ее решить Посмотрим Я надеюсь Что завтра Будет более точная Информация Потому что Наверняка Фейлин поставит Очень жесткие Условия Не выселять евреев И наоборот Разобраться С незаконным Арабским строительством Может быть Потребует Что-то Насчет Храмовой горы Может быть Потребует Больше Так сказать Интенсивней Разгосударствливать Экономику И делать ее Свободней Непонятно Но главное Что во всех Эти переговорах Это вопрос А будут ли Эти требования После выбора Выполнены Потому что Пообещать Нитаниагу Пообещает А сможет ли Он потом Выполнить Свои обещания Это большой вопрос Сергей 847-400-5200 Телефон В нашей студии Если будут вопросы Пожалуйста Звоните Надеюсь Что на следующей неделе Вы нам расскажете О том К какому Решению Пришел Фегель До выбора Время есть Да Снять можно Практически До последнего момента Так что Думаю Переговоры Еще будут длиться Ну и Вернемся Обратно К военным Операциям Израиля Значит Израилю Пришлось Совершить Авианалет На Сирию Где он Ликвидировал Двух боевиков Из группы Силы Алькутс Алькутс Это так Так арабы Называют Иерусалим Очередная Террористическая Группа Они готовили Нападение На Израиль На Израиль Со стороны Сирии При помощи Беспилотников Израиль Их Ликвидировал И Так сказать Дал намек Ирану Что он Не потерпит Ну и Не намек А просто Объяснил Сирии И ее Союзникам Что он Не потерпит Угрозы И будет Ликвидировать Угрожающих Ему Террористов На любой Территории И давайте еще Принем звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Алькутс У меня К вам Один вопрос Короткий Скажите А кто Конкретно По имени Мешал В сближению Вашей партии Из партии Новые Правые Ну сейчас Они Енина Называются Что конкретно Я их не буду Вам называть Вы сами Назовите Спасибо Я рад Послушать Значит Лидер Вот этой Объединенной Правой Партии С названием Емина То есть Право Лидер ее Аелит Шакет До того Как Аелит Шакет Была Смогла Поставить Себя Во главе Этой Правой Партии Фейглин Вел переговоры С Беннетом Причем Переговоры Удачные И была Назначена Дата Опять же Съезд партии На которой Должно было Быть объявлено Что две партии Партия Беннета И партия Фейглин И Зеут Сливаются Вместе Делают Технический блок Да это называется И идут вместе На выборы Но тут Вернулась Из отпуска Елит Шакет Смогла договориться Что она станет Главной В партии Мавдалис Которые Они с Беннетом Недавно Ушли Со скандалом И Так сказать Дальше Все остальное Отодвинулось Дальше Как-то Беннет Пытался Продолжать Переговоры С Фейглиным Но По-видимому Шакет Наложила На это Вето Потому что Фейглину Никакой нормальной Опции Предложено Не было Вплоть до Последнего дня Подачи списка Значит Увидев это Не желая унижаться В последний день Фейглин С утра Подал свой список Не желая ждать До последней секунды Какую кость Ему все-таки Все-таки Бросят От СМА В отличие от Партии Зиот Партии Фейглина Зиот От СМА Под руководством И Тамара Бенгвира Они ждали Просто До последней Минуты Торговались Они уже Договорились Еще на прошлых Выборах Договорились Что они тоже Входят в состав Мавдаль Плюс Ихудлиуми Но в связи С Приходом туда Аелит Шакет Их места Отодвинулись На нереальные И Так сказать Ожидая до последнего Момента Все равно Они ничего Не дождались А Сделать Объединение С Зиотом Как Зиот Предлагал Они уже Не успели Поэтому Эти две партии Идут отдельно Мы продолжим Сразу После Нескольких Сообщений Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Асиентовой Напомню Телефон В студии 847 400 5200 Если будут Вопросы Звоните Ася Скажите Пожалуйста Когда проходит Заседание Кабинета Безопасности По результатам Этого заседания Информация Обнародуется Или нет Это я к тому Что вы Не всегда Частично Обнародуется Но далеко Не всегда Значит Другие Депутаты Ликуда Говорили Что если Понадобится Мы Сделаем Полномасштабную Операцию В Газе Но пока Что Информация Не обнародуется Более того Нитаньягу Пригласил К себе Главу Оппозиции Генерала Ганца И о чем-то Они там С ним договорились И С тем Чтобы Тот тоже Не очень Распускал Язык И Вел себя Осмотрительно Возможно Он заручился Его поддержкой Для Какой-то Операции Военной Так что Тут Давайте Попробуем Принять Давайте Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Уважаемая Ася У меня к вам Большая просьба Если даже Ваша партия Решит Не идти на выборы Пожалуйста Не прекращайте Агитацию Против Либермана Потому что Если он С левыми Придет В власти Это возможно Второе Осло Но еще Что Мы так Слышали Что у вас Пытаются Ну как бы Деактивизировать Электорат Объясняем Что политики Все плохие Поэтому За них Не надо Голосовать Дело в том Что все Политики Плохие Но левые В миллион раз Хуже Чем правые Поэтому Голосовать Надо В любом Случае Как бы Активизировать Их надо Потому что Мы такое знаем Когда Деактивизируют Спасибо большое Ну это Не вопрос Я Совсем Согласна Что вы Сказали Хочу Добавить Что Либерман Уже Совершенно Официально Поддерживает Левых Поддерживает Кахой Лаван Во главе С Гансом И он Заключил Партия Либермана Наш дом Израиль Заключил Из партии Белых Голубых Договор Об Остаточных Голосах Дело в том Что у нас Партий Много Это у вас Там все Что не получили Республиканцы Получили Демократы Наоборот А у нас Партий Много Каждая Партия Получает Естественно Неровное Число Мандатов Несколько Мандатов С четвертью С двумя Четвертьями С тремя И Значит Поэтому Создаются Вот такие Договоры Между Двумя Партиями Что Остаточные Голоса Объединяются Эта партия Получила Еще пол Мандата Эта партия Пол мандата Объединяются Глядишь Целый Мандат Наберется И берет У себя Та партия У которой Остаточных Голосов Больше И вот Либерман Заключил Такое То есть Люди Как правило Это партии Сходные Чтобы люди Не жалели Ну хорошо Мой голос Не достался Так сказать Этой партии Но он пошел Соседнюю партию Дружественную С которой Так сказать За которую Тоже могли бы голосовать Либерман Заключил С левой партии Белых Голубых А Новые Правые Вот это вот Емина Заключили Договор С партией Ликут Поскольку Потом Они предполагают Вместе Сидеть Правой Коалиции 847-400-5200 Телефон Нашей студии А Несколько Слов Об экономике Вот Я смотрел Последние данные Вроде Безработица Упала Тоже Очень Безработица Да Значит Безработица В Израиле И так Была Небольшая 4,1% Это В общем Очень Небольшая Безработица По сравнению Там С Двузначной Безработицей В некоторых Странах Европы Учтите при этом Безработица Никому не до них Никто не занят Приемом новых работников Как правило Вот Но думаю Что это Все-таки Статистика Это учла И вот Такой Средний Показатель Но К сожалению Все-таки Экономика У нас Предвыборная И Как я уже Сказала И Положение В области Безопасности Тоже Предвыборное С одной Стороны Всяческие Теракты С другой Стороны Вот Израиль Как я уже Говорила Делает Такие Ограниченные Операции И в Газии И в Сирии И В Ливане На границе Сирии Где он Ликвидировал Боевиков Народного фронта Освобождения Палестины Почему Ливан Даже там Заявил Что это Просто Как объявление Войны Но Думаю Что это Просто Красивые Слова Словесная Дань Что называется А Израиль Повторяет Одну фразу Я буду Ликвидировать Своих врагов Где бы Они Не находились Давайте Принем Звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте И Сережа И Ася Очень рада Вас Слышать Вы знаете Я вот Слушаю Слушаю Не только Вас И другие Передачи Из Израиля Честное Слово Мне стыдно За Евреев Сделали Получили Государство Пусть Маленькое Но Столько В нем Сделано И надо Еще Кого-то Бояться И кому-то Уступать Без Конца И стыдно За русских Евреев Ну за тех Кто Из Союза Приехали Наши родственники Либермана Готовы отправить И в Иран И в Сирию Куда угодно А он Старается Во главу Честное слово Я не знаю Просто Очень страшно Дай Бог Чтоб выстояло Ваше Государство Ну В этом Я Надеюсь Что могу Вас утешить Силы У Израиля Очень большие Это Самая Сильная Страна В регионе Вот Но К сожалению Эти наши Технические Умения Эту нашу Силу Мы Не применяем Вы знаете Тут недавно Агентство Бизнес Инсайдер Опубликовало Список Оно Исследовало Ядерный Потенциал Различных Стран И Опубликовало Список Понятно На первом Месте Россия С ее Огромным Количеством Ядерных Зарядов На втором Месте Америка Дальше Идет Франция Китай И на Восьмом Месте Израиль Для Такой Крошечной Страны Оказаться На восьмом Месте После России США Франции Китая Еще Неск Стран Хотя Израиль Все время Молчит По поводу Своего Ядерного Потенциала Ну Как ходит Шутка Что Голдомейер Говорила Что у нас Нет Атомной Бомбы Но Если Будет Нужно Мы Ее Применим Сергей Хорошо 847-400-5200 Телефон Нашей Студии Напомним Беседуем С нашим Израильским Корреспондентом Асентом Если У вас Будут Вопросы Пожалуйста Звоните Ну Еще Немножко О выборах Просто Такие Вот Казусы Как я Уже Говорила Генерал Барак Который Был уже Премьер Министром Страшно Оскандалился В этой В этой Должности Не просидела Половины Каденции Предложил Арафату Все А тот Ничего Не хотел Брать Так вот Барак Ни больше Ни меньше Объединился Вошел В партию Мерец Объединился И все вместе Они стали Называться Уже Не партия Мерец Название Которое Так сказать У многих Вызывает Просто Аллергию Они стали Называться Очень красиво Демократический Лагерь Вот Ну вот Как-то Это напоминает Скорее О других Лагерях А глава Вот этого Самого Демократического Лагеря Перец Который Тоже Так сказать Успел Успел Провалиться На всех Занимаемых Им постах В частности В качестве Министра Обороны Перец Чего только Не сделаешь Для того Чтобы тебя Выбрали Он Сбрил Усы Которые Он носил 47 лет Причем По поводу Его усов Тут действительно Был казус Когда Ну Русы Приехавшие Союза Евреи Они вообще К усам Плохо Относятся Сталинские Усы Напоминает Гитлеровские И Они Совершенно Не жаловали Вот этого Социалиста Амира Переца Значит И Они 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 Звали его Усатый Усатый И Корреспондентка Газеты Гаарец Так называемая Газета Для думающих Людей Она От кого-то Из своих Так сказать Информаторов Получила Вот это вот Прозвище Усатый Написано Евридскими Буквами Она Не поняла Что это Означает Прочла Это как Ости А Ости Это означает Восточный Да И Написала В своей Заметке Что Русские Репатрианты Не любят Амира Переца Просто Потому Что Он Восточный Еврей А они Вот такие Расисты И поэтому Его не Любят То есть Настолько Вообще Не Понимала О том Даже Ту информацию Которую Ей подавали На блюдечке Осведомленные люди Это В общем Много Говорит О Газете О газете Гаарец Давайте Примем еще звонок Добрый день Пожалуйста Добрый день Ася Вот вы Долго Что говорили Вот Барак Ничего Такого Не Сделал Вернее Все Сделал Плохо Перец Тоже Все Сделал Плохо Почему Люди За них Голосуют Говорят Евреи Умные Люди А Получается Что Объясните По что Да К сожалению У избирателей И память короткая Значит За партию Вода Партию Переса Голосуют В первую очередь Потому что Она Совершенно Убирает Куда-то На задний план Вопрос Араба Вопрос Безопасности И говорит Только о Социализме О том Что вот Перес Пообещал Что он придет К власти Он всем Все даст Да Когда люди Посчитали Сколько Нужно денег Для того Чтобы Выполнить Все эти Обещания Которые Перес Уже Раздал Они Сказали Что нужно Влезть В долги Сравнимые Со всем Нашим Бюджетом А может Быть И больше Их Это то Что Перес Посчитал Если Социалисты Придут К власти Они конечно Разрушат Всю Нашу Экономику Слава Богу При Натаньягу Конечно Ему очень Трудно Бороться С этими Профсоюзами С государственными Чиновниками Но все-таки Как-то Что-то Держится И Экономика Не идет В разнос А долг Постоянно Сокращается Ну и Перес Сам Объяснил Про свои Усы Просто Я не Договорила Что он Их Сбрил Чтобы И Глухонемые Могли Наблюдая В рот Понимать То Что Он Говорит Уже Не знаю Так ли Это Или Действительно Первичная Причина Это Что он Хотел Изменить Свой Облик Облик Неудачника Такого С усами Ассоциирующегося С неприятными Личностями Но На сегодняшний день Партия Вода Не очень Популярна В основном Ее Электорат Перетекает К Трем Генералам Сергей Да Тут вопрос По поводу Евреев Почему Голосуют За тех Или за Иных Три четверти Евреев В США Голосовали За Хилари Голосовали За Обаму Голосуют Вообще За демократов Которые Сейчас Двинулись Не просто Влево А плюс Еще С таким Антисемитским Уклоном Тем не менее Три четверти Евреев Америки Голосуют Ну Наверное У меня Мало времени Осталось Я хотела Успеть Сказать И про Голодовку Игалия Амира Пожалуйста Игалия Амира Который сидит Уже 24 Года Его признали Виновным В убийстве Премьер-министра Рабина На самом деле В этом Деле Очень много Вопросов Потому что И были Крики Что он Стрелял Холостыми И Так сказать Было Много Версий Кто на самом Деле Убил Рабина И много Соображений Что это Было Подстроено Фиктивное Покушение На Рабина Но сейчас Речь не об этом Сейчас Не обсуждается Так сказать Действительно Ли он Убийца Или нет А обсуждается Что 24 Года Он сидит В одиночке И в последнее Время Была организована В основном Из русскоговорящих Евреев Была организована Группа За то Чтобы ему Хотя бы Если не Пересмотрели Дело То хотя бы Облегчили Условия Потому что Известно Что после Десяти лет Даже в одиночке У человека Так сказать Начинаются Психологические Изменения А он сидит 24 года Даже такая Левая организация Как врачи За права человека Которая известно Что все время Там арабов защищает И прочих террористов Даже они заявили Что невозможно Столько времени Держать человека В одиночке А в последнее Время В связи С деятельностью Группы В поддержку Игалия Амира За пересмотр Его дела За облегчение Ему условий Потому что у нас Террористы Которые сидят В тюрьме Они получают Прекрасные продукты Там от каких-то Международных Организаций Они учатся В университетах Они получают Свидания с женами Вот А Игалия Амир В одиночке И в последнее время Вот из-за Деятельности Этой группы Чтобы как-то Прекратить Деятельность группы Его взяли В заложники И запретили Ему общаться И с женой И с адвокатом То есть Сделали полное Полное вообще Одиночество Игаль Амир Объявил голодовку Потому что Это были уже Невыносимые условия А главное Совершенно не за что Он никак не инициировал Создание этой группы Это просто Его жена Лариса Амир И большое количество Добровольцев На русской улице Сами собрали деньги Сами наняли адвоката Сами выходили На демонстрации Игаль Амир Объявил голодовку И на 12-й день голодовки Состоялся суд Который пересмотрел Вот эти вот запреты И все-таки Разрешил ему Общаться с адвокатом Будем надеяться Что постепенно И вернут ему Телефонные разговоры С семьей С женой С сыном Как минимум Напоминаю Что арабские террористы По сравнению С Игаль Амиром Сидят в намного Более комфортных условиях Не говоря уже Об общении с семьями Даже такие элементарные вещи Как книги Игалью Амиру Очень сильно ограничивают Будем надеяться Да Что справедливость В конце концов Восторжествует И дело его Будет пересмотрено Потому что Даже дочка Даже дочка Рабина Далее Рабин философ И та Сильно сомневалась Что Игаль Амир Убил Рабина И требовала Пересмотра Его дела Но даже До пересмотра Этого дела Главная задача Чтобы человека Не сломали в тюрьме Не повредили Необратимо Его психику И вернули ему Условия Если не такие же Хорошие Как у арабских террористов То по крайней мере Какие-то нормальные А его Просто вот Для него сделали Специальный закон И Сидит Очень жесткое Ограничение Ася Огромное спасибо И до встречи В следующий раз Спасибо До встречи Через неделю